Они немного нервничают, но с нетерпением ждут начала праздничной линейки. Ведь День знаний в качестве учеников развилковской школы эти ребята встречают в последний раз. Восторг, радость, что все-таки снова пришли на 1 сентября. Но при этом грусть, что мы уже заканчиваем 11 класс и скоро прощаемся со стенами школы. Не верится, что уже в 11 классе. Казалось, что недавно только пошел в первый класс и еще так долго учиться. А тут уже время пролетело незаметно и уже заканчиваю школу. Хочется побыстрее закончить или все-таки не тропитесь? Честно, нет. Хочется, чтобы этот год был насыщенным, чтобы потом были хорошие воспоминания и с радостью вспоминать школьные годы. Волнительно и родителям старшеклассников многие пришли поддержать своих взрослых детей в этот памятный день. Тревожные ощущения очень. Очень, конечно, хочется, чтобы год прошел удачно у нас, поступить, как намечено, дойти до своих целей. Хочется всем ребятам пожелать удачи, всем учителям пожелать удачи, чтобы все было хорошо. Всем нам удачи! На торжественной линейке в честь Дня знаний в Развилковской школе стихи и песни чередовались с поздравлениями и напутствиями. Поздравляю, что вы все вместе, вы, надеюсь, дружным коллективом проучитесь этот год, и все будет так, как вы это задумали. Ребят, дерзайте, у вас все в жизни впереди, все получится обязательно. Я хочу каждому из вас пожелать, конечно, успехов, творческой, неиссякаемой энергии, вашим родителям терпения, ну а нашим уважаемым педагогам и учителям, конечно, здоровья в этот непростой для всех нас период. С праздником! Из развилки глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов и представители администрации отправились в Мисайлова. Ключ знаний у меня, им и откроем мы для ребят двери нашей любимой школы. Хочу пожелать детям ставить перед собой большие задачи, стараться, дерзать, но самое главное стремиться, соревнуясь друг с другом, стать самым лучшим в мире. Помогайте родителям делать уроки, уважайте учителей и главное дружите друг с другом, потому что дружный класс это главный залог хорошей учебы и главный залог хорошего настроения, когда идете в школу. Первоклассники же с нетерпением ждали момента, когда же они отправятся в храм знаний. Это наш второй дом, где надо учиться. Надо читать и учиться, писать, чтобы хорошие оценки были. Трогательный момент очень, очень рады, такую нам школу красиво построили. Надеюсь, что год нам дастся легко, все будет хорошо. Мисайловская школа открылась совсем недавно, в апреле этого года. Сегодня ее порог переступили 1400 ребят. Параллельно, я скажу сразу, начато строительство еще одной такой школы здесь же в пригороде лесной на 1100 мест. И я уверен, больше той проблемы глобальной со школами, которая здесь была, ее просто не будет. Остается проблема с детскими садами, но параллельно начато строительство еще двух детских садов. В Московской области в этом году идут в школу, в первый класс 115 тысяч учеников. Порядка 20 школ было открыто в этом году, и заложены были камни для кирпичей для первых школ. В ближайшие два года еще будет 25 школ открыто. Как уже сказали, это современные школы с современной инфраструктурой. Я надеюсь, что наши первоклассники будут нас радовать своими достижениями. В Ленинском городском округе в этом году в первый класс пошли почти 4,5 тысячи первоклассников. Всего же получать знания в школы муниципалитета отправились более 30 тысяч учеников. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.